Дорожное полотно на Пятигорской должны были привести в порядок еще в прошлом году, но ремонт отложили. Сотрудники Сочи-Водоканала не успели проложить новый водовод. Сейчас коммунальная служба заканчивает замену сетей. И в середине июня, если позволит погода, дорожная техника должна зайти на Пятигорскую. Также требуют ремонта улицы Адоевского и Зумрудная. Асфальтовое покрытие заменят и на ряде съездов. В частности, в районе улицы Искры, Дарвина, Сухумское шоссе и заезд в поселок Удепста. На совещании говорили и о развитии сети паркоматов. Напомню, терминалы в центре города начали работать с 12 мая. Паркоматы установлены. Долго мы законодательную базу приводили в порядок. Но сегодня, насколько я понимаю, все решено. Хотя есть некоторые недопонимания со стороны тех людей, которые привыкли, где хочется ставить, и настолько, насколько хочется ставить. Но мне бы хотелось узнать, как у нас идет этот проект. У нас они, скажем так, на всех восьми наших улицах, наши зоны платной парковки, они заработали. То есть люди имеют возможность оплатить с 12 мая. Все деньги, которые оплачиваются в наших паркоматах, с помощью банковской карты, 20 числа будет возможность оплатить с помощью СМС на короткий номер. Они сразу напрямую идут в бюджет города Сочи, а именно в дорожный фонд города Сочи. И я думаю, нашим автолюбителям должно быть принято. И понятно, что они пойдут в том числе на ремонт дороги. Говорили и об остановочных комплексах. По мнению главы города, далеко не все из них соответствуют новому имиджу курорта. Таких остановок более 60 до августа. Все эти павильоны должны быть заменены на новые. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.